всем привет и добро пожаловать на подкаст руссущественники сегодняшняя тема архангельск мой гость директор офис паренцева секретариата норвегии в архангельске но не только он тоже почемный консул норвегии в архангельске и недавно получил королевский ордена сослуг королева для его многолетние работы в архангельске добро пожаловать и поздравляю вас с орденом андрей шайов спасибо янс да расскажите о опыте получения ордена как вы чувствовали когда вы его получили ну я могу сказать что я не не чувствую большой я очень польщен конечно этим орденом это большое событие в моей жизни но это не является предметом большой гордости для меня потому что я чувствую что это это событие для людей которые меня окружают для архангельска и так далее но я очень спокойно отношусь к поощрением грамотам дипломом и так далее да я очень трезво отношусь к своим способностям к тому что я делаю поэтому для меня я бы не сказал что это было большое событие конечно это честь может быть нужно чтобы прошло какое-то время прежде чем я понял что это большая ответственная награда для меня мало что в жизни но это была хорошая интересная церемония вручение этого ордена много людей пришло меня поздравить получил много добрых слов пожеланий признание и так далее да приезжал генеральный консул из мукманска который вручал мне этот орден у нас был был прием вечером очень теплым это было очень приятно для самого начала как все началось и как вы получили место директора но это произошло ваш офис был открыт или 1996 года уже более почти 25 лет норвежский баринцев секретариат главный офис его находится как ты знаешь в кивкинессе ближе к норвежско-российской границе баринцева сотрудничество тоже началось в девяносто третьем году и спустя три года в баринском секретариате было принято решение создать также представительство представительские офисы в россии это было сделано для того чтобы помочь наладить утраченные так утраченные связи помочь людям найти друг друга по обе стороны границы потому что мы долгое время жили за железным занавесом и эти контакты были потеряны люди в россии по крайней мере многие люди даже с опаской относились иностранцам они утратили тот опыт общения с иностранцами некоторое послалить на желание было это был такой эйфорический очень период очень интересно для нас когда мы заново открывали соседей по ту сторону границы и и вот девяносто шестом году руководитель норвежского баринцева секретариата одрун петерш она пригласила меня стать директором архангельского офиса архангельского представительства в начале этот офис существовал в структуре университета в архангельске потому что было сложно существовать самостоятельно университет нам помогал о многом но учредили также офисы в мурманске и в наринмаре какое-то время существовал нас еще и офис петрозаводске в карелии но потом он был закрыт по роду причин вот не какое-то время наши офисы были были равны потом было принято решение сделать архангельский офис главным головным да потому что нужно было вести какую-то хозяйственную деятельность она требовались финансовые операции нужно было платить людям за плату в россии и так далее было принято решение сделать архангельский офис вот таким административным административным над двумя другими мурманскими архангельмарским поэтому меня считают директором российских офисов норвежского баренцева секретариата но у нас нет такой не иерархической структуры строгой когда я большой босс ниже у нас у меня подчиненные потому что наши офисы они в общем каждый обладает своим фронтом работ у нас работают профессионалы и офисы очень маленький мурманске у нас работают два человека в нариноре всего один в архангельске два человека включая меня на полную ставку и один человек на 50 процентов занят поэтому мы работаем это это такая сетевая структура достаточно плоско без отношений начальник начальник подчиненных но как я слышал у нас у вас есть тоже как практиканты из архангельска и из навеки у нас много студентов которые проходят практику в наших офисах в архангельске в первую очередь почти почти постоянно у нас рабочее место занято студентам из северного арктического федерального университета несколько человек я думаю что три четыре пять человек в течение года работают по несколько недель в нашем архангельском офисе мы принимали также стажеров из сыктывкарского университета и поддерживаем с ними связь с сыктывкарским университетом вот и у нас было уже четыре практиканта из норвегии четыре норвежских практиканта из университета осна а какие мероприятия вы уже организовали например мы работаем с проектами с руководиться с людьми которые вовлечены в проекты наша главная обязанность это помогать людям которые работают в совместных российско-норвежских проектах которые получили финансирование поддержку в норвежском варенцевом секретариате нас в течение года с участием архангельской области работают от 40 до 50 совместных проектов мурманский их еще больше на римаре чуть поменьше да еще меньше в карелии в коме но мы стараемся помочь людям во первых найти партнеров за рубежом в норвегии в севернорвегии в первую очередь также мы помогаем и и нашим норвежским коллегам найти партнеров здесь в архангельской области на территории российской части варенцево региона вот помогаем найти финансирование помогаем им осуществить их инициативу то есть очень часто мы служим таким коммуникационным центром между русскими и норвежцами помогая им понимать друг друга работать вместе иногда помогаем преодолеть языковой барьер помогаем им путешествует получать визы организовывать события найти контакт с вами и так далее вот то есть вот проектная деятельность помощь проектом это главная наша работа но мы также ответственность за несколько таких регулярных событий которые в архангельске проходят которым люди уже привыкли одно из таких может быть самое главное в течение года это наш фестиваль норвежская весна на виджи и спринг который приучен к дню независимости норвегии до конституции норвегии 17 на обычно это три-четыре дня культурных событий встреч когда сюда приезжает много норвежских гостей которых мы приглашаем музыканты художники актеры политики вот это такое место встречи где собираются вот те люди которых мы называем баринс баринс комьюнити или баринс generation баринс поколение вот это но несколько сотен человек которые посещают наши мероприятия общаются разговаривают про хорошо проводить время мне кажется это очень важно для для русских и для норвежцев которые вовлечены баринцево сотрудничество что-то редкая возможность для них встретиться вместе нас много проект но эти проекты они часто фрагментированы люди вовлеченные баринцево сотрудничество имеет немного возможности общаться друг с другом этот фестиваль для нас вот он это такая платформа для общения в первую очередь ну и и возможности как-то сказать спасибо тем людям которые работают в наших проектах но и сейчас мы как раз за него у вас нового фестиваля да согласно это мне кажется что это в архангельске существует очень как поле большое отношение между русскими и навецами особенно потому что как вы знаете что я посетил в архангельске в прошлом году с вице-консулом астре на рум и да и это было семнадцатого мая день конституции норвегии и это было очень приятно и это я я видел как такое сильное отношение между этими народами особенно некоторые из них них есть родственники в норвегии и с мужем с норвецами и и так далее это очень интересно очень приятно вид можно сказать я рад что мне понравилось при этом году у нас будет тоже будет интересно вот и еще одно событие может быть которое я хочу хочу упомянуть это такое такая конференция или мы называем это форум барин следы с формата так конференция для руководителей российско-норвежских проектов с российской стороны ты знаешь может быть что в норвегии тоже проводится конференция раза два года для руководителей российско-норвежских проектов для норвежцев мы проводим такого рода конференцию в россии в архангельске вот в этом году это будет уже вторая конференция это тоже тут же мы приглашаем людей со всего со всей российской части баринцева региона из карелии из мурманской области и республики коми ну и естественно из архангельской области порядка 100 150 человек приезжает бы устраивает конференцию где они рассказывают о своих достижениях о проблемах задают вопросы нас тоже проводятся дискуссии диспуты разного рода культурные события и так далее вот очень и этого года будет очередная конференция мы начали сейчас сейчас готовится но мы еще стараемся сделать так чтобы крупные события вот культурной жизни архангельска на них тоже присутствовали было какое-то норвежское присутствие потому что но мы считаем что архангельск он исторически связан с норвегией архангельск был центром поморской торговли и вот этот ресурс эту память нельзя нельзя утратить это это важно для для города для региона мы стараемся чтобы на наших фестивалях на крупных конференциях всегда были норвежских гостей да а много на весе посетят ахангельск ежегодно трудно сказать мы не не ведем статистику но это сотни и сотни норвежских гостей которые приезжают на там каждый год это и студенты это и постоянно работает у нас преподаватель норвежского языка норвежец уже много лет в университете постоянно приезжают люди которые занимаются проектной деятельностью приезжают наши коллеги это но это сотни людей сотни норвежцев до но это интересно потому что это как это очень интересная история потому что отношения между нарвежцами и людей и русские с русскими из архангельска это очень интересно потому что это это долгое отношение тоже потому что выкинь тоже были в архангельске да архангельске тогда еще не было архангельск был основан только в конце 16 века но по преданиям по легендам викинги действительно были в архангельске вместе где сейчас находится архангельск вот сохранилось свидетельство о плавании норвежского будешь корунга по имени оттар это 10 век да он рассказывал о своем плавании английскому королю альфреду о плавании вдоль побережья очевидно кольского полуострова и он высадился в устье реки под названием вина поросшие лесом и все историки считают что вот от то он высадился как раз в том месте где находят находится сейчас архангельс поэтому нашим связям нашим контактам уже больше тысячи лет сейчас кстати говоря мы обсуждаем с нашими коллегами друзьями из музея викингов на лафотенских островах возможность повторить этот путь от тара на на копии старинного драккара викингов следующим это может быть это состоится и норвежские викинги снова повторят этот этот маршрут придут к нам ему устроен здесь и какую-то интересное событие семинар конференцию посвящен нашим историческим всем и вот с того времени наши контакты они были очень очень интенсивными они были разными на самом деле нельзя говорить о том что они всегда были очень позитивными дружелюбными у нас были и конфликты и ссоры сохранилась история например ангелогородцы это знают что норвежцы приходили сюда и сожгли одну деревню недалеко от архангельской церковь разорили и так далее но в основном это были деловые и культурные связи в рамках вот так называемой поморской торговли людей которые жили по побережью белого моря называли поморами это люди которые занимались морскими промыслами помимо других видов деятельности морские промыслы рыболовство охота на морского зверя были их способом существования и они вели активную интенсивную торговлю обменную обменные операции со своими соседями на территории северной норвегии эта торговля кормила русских поморов и северных норвежцев на протяжении нескольких столетий этот вот период он известен как период поморской торговли он прекратился только после великой октябрьской революции и архангельск был центром этой поморской торговли историки говорят о том что около половины торгового флота архангельска она была вовлечена в эту поморскую торговлю то есть поморы ходили в северную норвегию покупали у норвежцев рыбу или меняли хлеб на эту рыбу привозили ее в архангельске потом транспортировали продавали в москве и петербурге это был очень хороший бизнес это было выгодно и для норвежцев и для русских для норвежцев потому что они но не любили солить рыбу да русские умели эту рыбу солить сохранять и и потом они отправляли и вот он и на побережье белого моря было немало поселков которые жили за счет этого за счет торговли люди до сих пор помнят кстати это и как был во время советского союза ну и во время советский период архангельска же был особенный город как я его помню ну во первых это всегда был морской порт куда приходили иностранные суда куда приходили иностранные моряки вас был интер клуб такой закрыл закрытый клуб для иностранных моряков где иностранцы могли развлечься скажем так но и архангельский торговый флот он был один из самых активных и самых больших в советском союзе много людей было вовлечено вот в торговлю в торговые находила торговых судах за границу поэтому в архангельске всегда была какая-то особая атмосфера это был город с высокой степенью свободы всегда была современная музыка вот клубы кафе рестораны вот архангельск был одним из центров авангардного джаза например советском союзе не каждый город похвастаться ну наверное это в основном потому что архангельск был морским портом но и наверное потому что он сохранил вот эти традиции открытости открытости беру внешним связям но мне кажется когда я там был в архангельске что это очень русский город или лучше сказать старый русский город потому что там существует но много старых здания как старая архитектура до советского союза и потому что наверно потому что город основан на очень давно чем он старше мурманск например потому что мурманск это очень молодой город основан чуть сто лет назад и там очень это очень советский город без исключения только там только советские здания 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 а в архангельске по-другому потому что я чувствую что это настоящий русский город не советский город согласны или нет я не согласен конечно архангельск сохранил вот эти черты русской русской культуры русской идентичности но уникальность архангельска сохраняется заключается еще и в том что у него он сохранил такой вот интересный микс европейскости до европейской культуры да и и русской чем обе обе оба этих фактора они совершенно не противоречит друг друга они создают особую особую атмосферу архангельск русский европейский город на мой взгляд русских городов в россии много намного городов сах которые сохранили архитектуру даже лучше чем архангельска много до планировку и так далее да но вот такого рода микса до европейской культуры и русской культуры есть не таких примеров в россии как мне кажется не очень много вот этим мне мой город дорог и интересно и для конца как будущее у архангельска я думаю что будущего архангельска хорошее архангельск за свою долгую историю переживал разные периоды были периоды упадка тот первый запрещал например международную торговлю из архангельска когда он хотел развивать санкт-петербург он запретил архангельску заниматься международными операциями международная торговля была закрыта в конце 19 века был период когда архангельск считали бесперспективным городом когда считали что все торговые операции нужно перенести в санкт-петербург и архангельск будет таким за штатной за штатной периферии но тем не менее город обладает ресурсом для развития как мне кажется экономика архангельской области архангельска она достаточно устойчивая у нас хорошие лесные запасы которые используются для деревообрабатывающей промышленности бумажной промышленности это основа экономики области у нас есть крупная крупный транспортный узел да это морской порт большой это железнодорожный узел аэропорт открытым моря у нас существует один из самых высокоразвитых в россии судостроительный блок северодвинске где строят сюда и подводные лодки вот это совсем недалеко от архангельске 50 километров у нас неподалеку от архангельска открыто алмазное месторождение единственные в европе месторождение алмазов то есть я считаю что будущего архангельска есть сейчас ситуация конечно не очень не очень хорошие не очень радужно из-за рыночных из-за рыночной ситуации в мире но будущее в архангельск как мне кажется есть хорошо да и то это все спасибо огромное еще раз андрей что вы пришли на подкаст спасибо юнс да и вам удачи будущее архангельска хорошо до свидания